Вершина 2021 года, вершина закрытия месяца, примерно 59 тысяч. Поэтому только что мы с вами слегка коснулись 59 тысяч. Это зона очень важного закрытия месячной свечи, и с очень большой вероятностью биткоин отскочит от этого уровня и закроет месяц выше. Ребят, как дела? Добро пожаловать на канал, меня зовут Кевин Свенсон. И сегодня мы с вами обсудим новости по биткоину и кое-что еще. Если вы, друзья, хотите больше инсайтов о том, что происходит на ежедневной основе, новости, аналитика, переводы, то обязательно подписывайтесь и смотрите канал CryptoCommons. А еще их самых лучших друзей, БлаБлаКрипто. Итак, на момент подготовки этого видео биткоин находится ниже 60 тысяч. У нас сегодня провал. У нас данные по ИПЦ, где ожидались 2,3%, а получили 2,4%. И хоть это означает, что мы по-прежнему движемся вниз, в июле было 2,9%, в августе 2,5%, а в сентябре 2,4%. Инфляция продолжает сокращаться, но при этом не так сильно, как хотелось бы. Поэтому на первый план выходит негативная реакция по фондовым рынкам. Ведь S&P взял и упал, но особо сильно нисходящего низа мы не достигли. Это краткосрочный график сегодняшнего дня, поэтому фонда особо в дамп не ушла. Но вот биткоин пониже все-таки спустился. Не очень хорошо он отреагировал. Но перед тем, как мы с вами перейдем к графикам, один из участников ФРС, Остин Гулсби, сегодня упомянул, что на самом деле инфляция оказалась примерно на уровне его ожиданий. То есть один из членов ФРС сказал, что это то, что он и ожидал. Ведь каждый член ФРС может иметь свою точку зрения о том, что происходит и куда мы идем, каково ожидание, и в соответствии с его мы эти ожидания достигли. То есть мы не сильно отклонились от того, что на самом деле ожидалось. И некоторые члены ФРС и ожидали 2,4 вместо 2,5. А еще Гулсби упомянул, что прогнозы ФРС говорят о том, что абсолютное их большинство считают, что в будущие 12-18 месяцев ставка сократится значительно. То есть в любом случае ставка будет ниже, а вы в любом случае должны услышать вот это. WSOT на нашей любимой бирже Bybit начинается уже буквально вот сейчас, ребята. Торопитесь успеть, осталось буквально вот день, чтобы успеть вступить к нам в команду. Но на самом деле потом будут еще, конечно, где-то недели, чтобы догнать и исправить эту ошибку. Но лучше вступайте сейчас, не тяните. Переходите по ссылке из описания или по ковр-коду на экране. Наша команда в этот раз называется не CryptoCommons, попрошу заметить, а SellBy, причем через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее искать вручную. Переходите по ссылке и вступайте. Нас уже 31 человек, но будет, я уверен, минимум раз в 10 больше, конечно же. С вашей помощью, друзья. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами, участников тоже. Пока еще немного, кстати, посмотрите. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте, торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. И еще кое-какие новости появились вчера. ФБР арестовала целую группу людей в количестве 18 человек и организаций, которые занимались международными операциями по мошенничеству, манипуляциям и отмыванию денег. Операция, которую провела ФБР, называлась «Операция Токен», результатами которой стала поимка множества участников манипулирования рынком, а также отмыванием альткоинов, пампом цены на нездорово высокие уровни, заставляя людей думать, что цена растет по какой-то причине, а затем осуществляя дамп. То есть ФБР поймала тех еще засранцев, что в конечном итоге-то совсем неплохо. Но рынок на это отреагировал тяжело. Этот провал образовался на новостях. На новостях о том, что ФБР задержала группу мошенников, да и результат индекса потребительских цен подкачал. Так что криптонтик как не может закрепиться. Немного грустно. Но при этом и нельзя сказать, что биткоин таких цен не видел. Скорее всего, похоже на то, что мы движемся в быковике. И сейчас мы прямо в середине диапазона. Если мы посмотрим на цену биткоина и пометим зону сопротивления, то помнем, что, возможно, мы спускаемся в канале. Может, мы развернемся и коснемся верхней границы канала. Но если посмотреть еще вот так, то вполне возможно, что биткоин формирует нисходящий клин. Что в теории может нас привести на немного более низкие уровни, чтобы завершить этот паттерн, выбить еще больше лонгов перед тем, как отскочить вверх. На графиках я сейчас вижу эту ситуацию. Возможно, мы уже в ожидании завершения этого спада. И пока фонда себя чувствует уверенно, я думаю, что биткоин должен подходить к завершению вот этого паттерна. Может быть, мы чуть опустимся, но в теории, если это и был низ, биткоин может показать довольно быстрое восстановление. Если мы экстраполируем падающий клин, то получим хороший уверенный отскок. И восстановимся из этого диапазона. А вчера в Твиттере я написал, что этот дамп, который мы с вами наблюдаем, очень похож на вызванный лишь внутренними проблемами крипто. Потому что действие самой цены не вызывает никаких логических объяснений, с учетом того, что S&P устремляется в направлении к новому историческому максимуму. И обычно такая окружающая среда для биткоина является очень хорошей. Ранее, каждый раз, когда S&P начинает устремляться к историческому максимуму, биткоин за ним следует. Так что я действительно задаюсь вопросом, почему биткоин не уходит в памп? Ведь он должен и обычно это делал. Так что должен сказать, что ситуация выглядит немного странной. Но если S&P сможет удерживаться в этом диапазоне, биткоин должен начать вырываться из нисходящего клина. Но та зона, ниже которой мы не хотим с вами опускаться, это трендовая линия. У нас есть растущая трендовая линия. Сейчас вам покажу. Вот она. И в целом она проходит прямо по той границе нисходящего клина. Так что вполне возможно, что все-таки мы скатимся вниз в направлении, скажем, 57 тысяч плюс-минус, прямо буквально над 57 тысячами, что станет полным завершением этой фигуры нисходящего клина. Но, может быть, мы отскочим и раньше. На пути в 70% этого паттерна, который называется зоной завершения паттерна. То есть мы сейчас с ней находимся, что значит в теории биткоин может отскочить в любой момент, начав восстановление. Так что мы определенно должны отскочить над этой линией и хотим это сделать. А еще, если мы с вами посмотрим на месячный график биткоина и кликнем на инструмент кривой линии, пометив нижнюю часть до места, где мы сейчас, то увидим, что да, мы все еще в параболическом тренде. Также мы очень близки к историческому максимуму. Хоть это и не выглядит так, но мы в 23% от него. А если померить до текущего низа, то мы находимся в 18%, то есть примерно в середине диапазона. Если мы посмотрим на самое низкое закрытие этих месячных свечей, то увидим границу прямо над 59 тысячами, что также является зоной, которая была вершиной 2021-го. Месячное закрытие свечей примерно 59 тысяч. Так что 59 тысяч — это тот уровень, который мы сейчас едва коснулись, и который является очень важной зоной закрытия месячных свечей. Так что, скорее всего, биткоин отскочит от этого уровня, закрывшись немного выше. Если вы меня спросите, то каждый раз, когда рынок возвращается на тест всего, что находится ниже 59 тысяч, у нас образуются огромные свечи, сигнализирующие об очень крупном спросе. Когда мы сразу же возвращаемся на уровень закрытия месяца, так что, скорее всего, биткоин упрется в поддержку. Я думаю, это может стать известными последними словами. Но, на мой взгляд, сезон выборов все-таки идет по плану. Мы должны расти, скорее всего. Но с точки зрения тайминга циклов, мы на самом деле находимся не так далеко от того места, где мы обычно начинаем наш путь к Луне. Если посмотреть, то мы увидим, что на самом деле биткоин был ниже исторического максимума на выборах 2016-го. Мы были ниже исторического максимума примерно на 35% от предыдущего исторического максимума. В 2020-м мы были на историческом максимуме во время выборов. И прямо сейчас биткоин находится всего лишь в 13% от исторического максимума, а выборы начинаются на следующем месяце, так что при любых раскладах мы стоим уверенно. Также мы идем по графику с точки зрения циклов халвинга. В последних циклах с момента халвинга на формирование растущего тренда уходило 8-9 месяцев, чтобы перебить АТАЖ. Халвинг 20-го примерно 6 месяцев, чтобы уйти в тренд над АТАЖ. А сейчас у нас 5 месяцев. А было 8, 6, а сейчас 5 месяцев. Так что мы не отставим от расписания. Мы на самом деле по нему идем, и хоть есть ощущение необходимости роста, в предыдущих циклах мы в это время не росли. Мы дожидались начала выборов, чтобы отправляться в Тузимун. Так что сейчас я предполагаю, что мы это и ждем. В общем, посмотрим. И пока СНП, а также глобальные рынки, смогут сохранять эти уровни, я буду сохранять бычьи взгляды. В целом. У меня нет никаких причин их не сохранять, ведь сезоны выборов были также бычьями самое большое количество раз, по сравнению с остальными сезонами, с точки зрения сезонности. Если вернемся к истории, то это происходило буквально каждый раз при выборах. Начиная с 50-х. Памп во время выборов. Не утверждаю, что после выборов, в некоторых случаях у нас были дампы, но на момент выборов у нас всегда были пампы. Пампы вверх. Пампы вверх прямо во время выборов. Прям качали и качали. Да, был крах в 87-м, но к выборам Джорджа Буша у нас был памп. Памп на выборах Билла Клинтона, а еще памп на его вторых выборах. Памп на выборах Джорджа Буша. Джорджа В. Буша. Да, потом мы слились, но к моменту выборов мы были в пампе. Единственный, кто не показал памп, это выборы Обамы. Но памп был на его вторых выборах. Был памп у Трампа. У Джо Байдена был памп. Мы всегда растем на выборах. И доля бычьих сезонов на момент выборов очень и очень большая. Так что, с учетом сказанного, я придерживаюсь данных. Допуская, что вероятный биткоин удержит эту зону, вероятно удержит даже эту трендовую линию, и с большой вероятностью вырвется из нисходящего клина. После этого мы пойдем в тренд вверх на восстановление, и будем расти в направлении сезона выборов. Вот здесь я пометил зону сопротивления нисходящего клина. Вот здесь поддержка. Этого паттерна. И... А затем на график накладываем диаграмму из учебника. И мы видим, что в реальность этого паттерна биткоин отлично вписывается. Если мы с вами возьмем и поместим сюда диаграмму, то увидим, что все у нас путем. Но речь идет лишь о точке, когда должен начаться тренд вверх. Нам нужно удержаться над этой линией и сохранить структуру нисходящего клина. Мы не хотим упасть ниже этой зоны. Так что самая низкая отметка, на которой я хотел бы видеть биткоин, это 57 тысяч. И мы этот уровень можем достигнуть, но если мы опустимся ниже, то тогда ситуация может стать немножечко ненадежной. Это откроет возможность для нырка цены до уровня этих фитилей, что, скорее всего, вынудит цену спуститься на крупную отметку низа перед тем, как вернуться. Но если мы с вами сможем удержать 57 тысяч, то думаю, что это все может отыграть с данным нисходящим клином. Просто на это уходит много времени. Конечно же, все возможно. Не финансовый совет, все такое. Но, ребят, интересно, что прямо сейчас эти зеленые линии, где закрываются месячные свечи, показывают прямо тот уровень, от которого мы отскочили. Так что мы можем с вами вырваться из паттерна нисходящего клина, опять же, пока S&P сможет удержать стабильный уровень и тренд, направленный к новому историческому максимуму. Вот как я вижу ситуацию. И напомню вам, мои дорогие зрители, что ежедневную аналитику перевода других видео не только меня, но и моих коллег по цеху, вы не только можете, но и обязаны смотреть на лучшем русскоязычном криптоканале криптокомманс. И для того, чтобы пилить для вас самый годный контент, ребята команды буквально наизнанку выворачиваются, не спят по ночам, делают креативы и переводят клевые видосы. Ну и, конечно же, не забывайте про их самых лучших друзей, Бла-Бла Крипто, которые, помимо годной аналитики, пилят еще невероятно годный новостной выпуск. А я вас обнимаю, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok